Бойцы проправительственных сил в Алеппо идут на последний штурм. Они знают, что цель уже близка. Повстанцы с трудом удерживают последние кварталы, еще находящиеся под их контролем. По мере того, как правительственные войска и их союзники продвигаются вперед, занимая Восточное Алеппо, тысячи бегут из района боев. Россия утверждает, что с ее помощью 100 тысяч человек смогли покинуть районы, подконтрольные повстанцам. Сегодня прозвучали новые обвинения режима Асада в военных преступлениях. По данным ООН, в своих домах были убиты 82 человека, в том числе женщины и дети. В этом конфликте мирные жители заплатили ужасающую цену, и мы глубоко сочувствуем тем, кто остается в этом аду, в который превратились последние очаги сопротивления повстанцев в Восточном Алеппо. Хотя некоторым, судя по сообщениям, вчера удалось вырваться оттуда. Другие, как передают, были застигнуты и убиты на месте, а кто-то был арестован. Те, кто все еще находится там, в эпицентре боев, обращаются с последними посланиями, умоляя прекратить этот кошмар. Я больше не верю ни в ООН, ни в международное сообщество. Похоже, что их устраивает то, что здесь происходит, что нас убивают. Множество подобных сообщений поступает сегодня в социальные сети из Восточного Алеппо. Семилетняя Бана Аль-Абет, которая на протяжении всего конфликта вместе с матерью посылала сообщение в Твиттер, написала «Мой отец ранен, и я плачу». Ее отец отправил на BBC сообщение «Наверное, пора прощаться. Спасибо всем, кто был с нами. Молитесь за нас». Сирийские добровольцы-спасатели из организации «Белые шлемы» оставили такое послание. Все улицы и разрушенные здания полны мертвых тел. Это ад. По некоторым подсчетам, в районах, которые пока удерживают повстанцы, остается до 10 тысяч мирных жителей. И хотя бои, скорее всего, вот-вот завершаться, страданиям людей не видно конца.